Многие путешественники прошлого и настоящего отмечали и отмечают нашу особую национальную черту – щедрость и радушие. «Калмык готов отдать гостю последнее», – восторженно пишут они, – и это вызывает гордость за свой народ. Хотя нынче времена такие, что практиковать щедрость становится все сложнее. Помню, как в детстве часто носил одной одинокой старушке борцыки, шулюн в баночке, еще что-то съестное. Когда она брала, она всегда говорила «Уихай архын, югальхын езым болтн». О боже, будьте хозяевами даяния, если переводить на русский. Уникальная фраза, она врезалась мне в память глубже многого, что было в детстве. Помню, как спрашивал у своей бабушки о том, что она значит. Бабушка тогда рассказала мне об этой фразе такое. «Уихай архын езым болтнен». Калмыки называют то, что отдается самым чистым сердцем и помыслами. Это лучшее, что мы можем дать другим. Если ты отдаешь, а внутри появляется радость, то за это где-то там, где живут бурхын, тебе капает буин. Особая духовная заслуга. А потому хозяин такого «Уихай архын» всегда будет счастливым в жизни. В следующий раз, понеся продуктовый паек этой бабушке, я попросил ее всегда говорить мне такую фразу. А когда она однажды пришла к нам в гости и рассказала моей бабушке об этом, они очень долго смеялись. Но это не о том, что я был щедрым калмыком, а обо старинном имени, которое как раз-таки обозначало такого даятеля и предполагало, что человек вырастет щедрым и достойным представителем своего рода. Имя это Джимба или Джимбя. Оно происходит от тибетского слова и имени Джимба, даяние. Но даяние Джимба сильно отличается от того, что мы знаем об этом из русского языка. Это даяние, которое дают, не обижая получателя, не из страха перед получателем, не в ответ на подарок, не в надежде на ответный подарок. Он, тот, кто дает, он дает нуждающимся. И он дает это не ради репутации, а ради украшения ума. Так написано о даянии в старинных буддийских текстах. Что же касается фразы, то уже будучи взрослым, я узнал, что это дословный перевод с тибетского джиндак, который восходит в санскритскому данопати, хозяин даяния или милостынедатель. Насколько я знаю, имя Джимба или Джимбя в наши дни калмыки не дают, а жаль. Было бы напоминанием нам о том, какими были наши предки. В заключении скажу, что от этого имени у калмыков происходят следующие фамилии. Джимбинов, Джимбиев, Джимбеев, Джимбаев. Известными носителями этого имени были и фамилии были Лама Джимба Микулинов и писатель Бем Джимбинов. А сейчас такую фамилию прославляет известный калмыцкий поэт Андрей Джимбиев. Продолжение следует...